На прошлых занятиях мы говорили с вами об особенностях планирования, распределения времени, об организационной части учебного процесса. Сейчас мы поговорим с вами о том, каким образом этот процесс происходит на психологическом уровне, какие психологические явления мышления, внимания, концентрации внимания, памяти, задействованные в образовательном процессе. Первая часть посвящена тому, что мы поговорим о связи мышления и логики. Мышление привлекало исследователей давным-давно. Еще во времена Древней Греции мышление выделяли как ту часть, которую человек наследовал от Бога. Позже мышление стало рассматриваться больше как процесс усвоения информации. В курсе логики рассматривалось мышление как функция познания истинности. К началу XX века понимание мышления перешло больше на психологический уровень и стало оцениваться как инструмент познания. Что же думают о мышлении сейчас, в XXI веке? Сегодня мышление рассматривается как инструмент работы и переработки информации. Принципы когнитивного мышления используются как та модель, которую применяют к мыслительным процессам. То есть тот способ, каким образом человек думает, каким образом он перерабатывает информацию, сравнивается с компьютерными системами. В компьютере информация принимается, каким-то образом обрабатывается и выдается в каком-то другом виде. Поэтому модель компьютера сейчас является наиболее применимой к тем процессам, которые происходят в мышлении. Какие же виды мышления психологи выделяют из всей человеческой жизни? Структура мышления включает несколько своих типов. Прежде всего, это практическое мышление и теоретическое мышление. Практическое мышление отличается тем, что связано с решением каких-то конкретных задач. Оно возникает наиболее рано у человека и связано с манипуляцией какими-то определенными объектами, использованием их для своей цели или представлением этих объектов внутри себя и продумыванием тех способов, каким образом с ними можно манипулировать. Это самый первый вид мышления, который мы видим у детишек. То есть практическое мышление бывает предметным и бывает образным. Предметное мышление мы можем видеть у ребятишек, когда они начинают самые первые свои игры с различными игрушками. Собирают пирамидку или играют с мячиком, или собирают пазлы. Перед ними есть предмет, и они производят какие-то манипуляции, глядя на него и представляя, что интересного можно сделать с этой машинкой, например. Чуть позже у них развивается практическое образное мышление. То есть для того, чтобы представить какие-то манипуляции, не обязательно иметь этот предмет перед глазами. Они могут представить его образ и продумать, что они хотели бы сделать. Так вы можете попросить ребенка уже лет пяти представить, какую игру он хотел бы предложить с использованием, например, машинки и мячика. Ребенок подумает, представит себе, и только потом пойдет искать эти объекты. Раньше, до 4-5 лет, ребенок не способен представить образ отдельно от предмета. Как правило, он занимается тем, что он видит перед собой, играет с теми игрушками, которые непосредственно представлены в его восприятии. Чуть позже развивается теоретическое мышление. Теоретическое мышление уже представляет возможность человека продумать какие-то действия в отрыве от конкретной ситуации, в отрыве от каких-то наблюдаемых предметов. Человек мысленно представляет себе эту ситуацию, человек мысленно проигрывает в себе решение определенных задач. Например, каким образом он хочет сегодня позавтракать. Теоретическое мышление также представляет собой деление на 2 подгруппы. Это образное мышление и понятийное мышление. Образное мышление можно легче всего представить, если человек в воображаемом мире представляет какие-то образы, какие-то картинки или схемы, с которыми он производит какие-то мысленные действия. Понятийное мышление опирается на представление человека, на его мысли или понятия какие-то. И дальнейшая работа уже происходит с операциями, с этими понятиями. Самым простым примером этого является решение математических задач. Когда под х вы представляете какую-то определенную величину, например, скорость, под у вы представляете, например, другую величину ускорения, и вы простроите график движения, не наблюдая за ним непосредственно в окошко или не видя, как происходит это движение в реальности. Это самый абстрактный уровень мышления. Давайте посмотрим, какая есть схема этого мышления. То есть мышление делится на практическое, которое в свою очередь делится на наглядно действенные операции с предметами, и наглядное образное, когда операции происходят с образами предметов, с нашими представлениями о них. И теоретическое, которое в свою очередь делится на образное, опять же, более абстрактное представление образов, чем практическое, наглядно образное, которое заточено на решение каких-то конкретных задач. И в теоретическом наиболее абстрактный уровень — это понятийное мышление, операции с понятиями, с идеями, с представлениями. Обычно в практической жизни человек чаще всего сталкивается с практическим наглядно-действенным или наглядно-образным решением. Когда же мы говорим об обучении, нам необходимо развивать теоретическое и образное, и понятийное мышление. Поэтому эта способность человека развивается постепенно за время обучения в школе, прежде всего через занятия математикой и другими естественными предметами, естественно-научными предметами. И наибольшего своего расцвета способность человека абстрактно думать развивается в юношеские годы, начиная лет приблизительно с 14-15. Поэтому юность всегда характеризуется временем идей, временем всяких чаяний, пожеланий на свою будущую жизнь. В церковной жизни чаще всего люди используют более конкретные виды мышления, практическое мышление. Если вы были служителем на протяжении какого-то долгого времени, то это мышление вы задействовали наиболее часто. Когда вы приходите на занятия, в семинарию или на курсы, или в библейскую школу, переключение должно происходить с практического вида мышления на теоретическое. Иногда это вызывает некоторые сложности. Но если вы будете понимать, какие задачи и какие цели перед вами стоят, и осознанно это делают, то это будет гораздо легче. Говоря о теоретическом понятильном мышлении, мы прежде всего должны сказать о такой науке, как логика. Логика на протяжении долгого времени развивалась в русле философских знаний. И логика была наукой о мышлении, постигающей суть вещей. То есть не просто в научном мире описание каких-то качеств предмета, но то, что является истинным, а что является ложным. Логика — это тот аппарат, который был разработан в русле греческой мысли, со временем был распространен достаточно широко по всему образованному миру. Каким же образом логика связана с мышлением? Логика опирается на определенные абстрактные представления, которые, конечно, формируются в нашем мышлении. То есть мы с вами имеем какие-то понятия, которые у нас с вами закреплены. Например, когда я говорю «кошка», я знаю, что вы представляете совершенно конкретное животное, умеющее мяукать и любящее лазать по деревьям. Эти понятия сформированы у нас на протяжении долгого времени жизни. Логика берет из этих понятий только определенные какие-то свойства для того, чтобы иметь способность обобщить эти понятия и простроить взаимоотношения между ними. На этом основаны почти все наши классификации. Если вы вспомните уроки биологии, когда вы проходили «Животный мир», вам сразу рассказывали о том, какая есть классификация животных, каким отрядом, каким семейством они относятся, чтобы вам было понятно, каким образом вы можете рассуждать о том огромном многообразии природы, которую вы видите вокруг. Логика лежит в основе также такого явления, как доказательство. Наиболее часто мы сталкивались с доказательством в геометрии, когда нам нужно было доказать какие-то теоремы. Доказательство — это определенная структура рассуждений, которая ведет к выводам, ложным или истинным. Поэтому логическое мышление часто используется для выверения каких-то определенных обобщенных выводов, для того чтобы сформулировать соотношение между определенными научными истинами. Когда мы будем использовать логику в обучении, нам нужно помнить, что логика — это тот инструмент, который помогает нам донести свою собственную мысль до кого-то другого. Нам не только нужно рассказать те мысли, которые сейчас пришли в нашу голову, но то, откуда они появились, какие понятия они в себе используют. Так в научном мире принято, прежде чем рассуждать о каких-то вещах, дать определение каждому из понятий, и это определение должно быть как можно более точно. Позже в работах вы должны будете показать, как эти понятия соотносятся между собой, являются ли они частями друг друга, и как они взаимосвязаны. Эти элементы логического мышления будут очень часто встречаться в вашем обучении. Поэтому изучение логики в различном ее варианте, которое сейчас доступно и в интернете, и в учебниках, будет очень полезно для тех людей, которые занимаются обучением. С своей стороны я могу порекомендовать, что если вы хотите быть успешным в обучении, вам нужно учиться рассуждать наиболее четко, быть ясными в своих формулировках и иметь терпение последовательно излагать ваш ход мыслей. Это те приемы, которые будут помогать вам делать ваше общение и обучение наиболее эффективным. Итак, сегодня мы поговорили о мышлении и о логике, и каким образом эти процессы, эти структуры знаний используются в обучении. На следующей лекции мы будем говорить о таком явлении, как память.